ЗАСУШЛИВАЕ ЛЕТО Не хватает ее даже в колодцах. На специальных картах, которые составляет МЧС на основе данных Гидрометеоцентра, немало красных пятен и воцарился 4-5 класс пожарной опасности. Это максимум. Белорусские спасатели и сотрудники Министерства лесного хозяйства оперативно борются с алой волной. Было несколько пожаров, на ликвидацию которых ушел не один день. Это и Хоникский район, и Лейческий национальный парк, и Столинский район, где горел как торфяник. Причем глубина залегания составляла торфа около 9 метров. Так, был очень крупный и серьезный пожар на бывшем военном полигоне в Столинском районе. Тушение затруднялось не только отсутствием подъездных путей, но и тем фактом, что в земле находятся неразоравшиеся снаряды. И вот произошло 14 взрывов. Пострадавших нет, но, конечно же, вот эта обстановка в значительной степени осложняла, не давала оперативно в течение суток, например, ликвидировать такой пожар. Как известно, 90% пожаров – это человеческий фактор. Плохо затушенные костры, оставленные окурки, разбитые стеклянные бутылки или даже неисправленная топливная система. Оттого Минлесхоз инициировал запрет на посещение лесов и проведение лесохозяйственных мероприятий практически во всех регионах страны. Это позволит сохранить природу и уберечь здоровье населения. Сейчас все шлагбаумы на въезд леса закрыты для того, чтобы исключить несанкционированный доступ. К вынужденной мере нужно отнестись к пониманиям и соблюдать правила безопасности. Ведь пламя от молнии – это редкость. У нас достаточно мест, где можно отдохнуть, водные объекты, которые не находятся на территории лесного фонда и другие участки нашей страны. Где разводить костры можно только в установленных местах. За нарушение запрета посещения лесов и нарушение требований пожарной безопасности установлен административный штраф, который составляет до 25 базовых величин. Это около 4,5 миллионов рублей. Если пожар лесной обнаружен человеком, то необходимо принять меры по его тушению, либо сообщить в государственную лесную охрану, либо на 101. Прежде всего, костер ни на секунду нельзя оставлять без присмотра. И самое важное – это в конце, уже после того, как праздник закончился, разумеется, проследить, чтобы костер был полностью потушен. Если есть малейшее сомнение – дополнительно принести воды, забросать землей, забросать песком. К сожалению, бывали ситуации, когда отдыхающие каким-то казалось ликвидировали костер, пожар потушили, а через 3-4 часа пление, порывы ветра, и из-за этого возникал практически достаточно серьезный пожар. Белорусские спасатели и сотрудники Минлесхоза одерживают победу в поединке с огнем и держат ситуацию под контролем. Разработаны маршруты патрулирования по наиболее опасным участкам Зеленого фонда, чтобы оперативно обнаружить очаг возгорания и обеспечить профилактику возникновения пожаров. Также в лесных хозяйствах страны ведется круглосуточное видеонаблюдение. Сегодня установлено свыше 350 вышек. Высокая эффективность, конечно, у авиационного мониторинга. Благодаря авиапатрулированию в разные годы удавалось выявить до 30-49% случаев лесных пожаров. Вертолеты Ми-2, самолеты Ан-2 ежедневно по маршрутам патрулируют леса, именно наиболее пожароопасные участки леса. На сегодняшний день создана автоматизированная система слежения за лесными пожарами, при помощи которой мы сможем, даже сидя здесь у себя в кабинете, наблюдать за территорией всей страны. На днях запрет на посещение лесов был снят в Воложинском районе. Ситуацию спасли дожди. Однако засушливая погода будет сохраняться. Поэтому отнеситесь к пониманиям чрезвычайной ситуации и пока воздержитесь от посещения лесов.